всем привет сегодня я буду готовить торт на нашем канале уже много тортов мы с вами научились готовить медовик наполеон клубнично сливочный торт и даже торт сникерс но этот будет самый вкусный это я вам гарантирую сто процентов самый вкусный торт из всех которые я когда-либо готовила или даже пробовала когда я нашла этот рецепт в интернете он мне показался слишком сложным много ингредиентов все было написано так что я разбиралась наверное полдня перед тем как начать его готовить но я вам все покажу очень четко разложу все ингредиенты по полочкам мы будем готовить поэтапно и у вас точно все получится просмотрев это видео рецепт не покажется вам сложным смотрите внимательно будет и список продуктов в конце они в конце в описании под видео и тайм-коды будут где вы сможете вернуться и что-то посмотреть если не запомнили в общем не бойтесь этого рецепта у вас точно все получится если вы будете готовить вместе со мной и так сегодня мы будем готовить шоколадно смородиновый торт с шоколадным ганашем в нем будет шоколадный бисквит смородиновый конфи творожно-сливочный крем и шоколадный ганаш начнем с бисквита и для него нам понадобится мука какао сметана сахар сгущенка два яйца сода и лимонный сок чтобы погасить соду необычно вкусным и нежным этот торт сделает шоколадный ганаш и сегодня мы научимся его готовить нет ничего сложного для ганаша нам понадобится конечно же шоколад это может быть белый либо молочный шоколад нутелла или обычная другая шоколадная паста как у меня немного желатина сливки берите пожирнее и сливочное масло пропитывать все это дело мы будем творожно-сливочным кремом и в его состав будет входить творожный сыр сыр маскарпоне опять жирные сливки и сахарная пудра которую я сделаю из обычного сахара в маленьком блендере изюминкой этого торта будет смородиновый конфи для него нужна смородина сахар пектин и лимонный сок этот торт как я уже говорила сначала показался мне сложным потому что готовится он в два этапа но если вы подготовите заранее все продукты то ничего сложного в этом нет вопрос времени готовьте его за день до события потому что сейчас вот мы сделаем бисквит который должен будет отлежаться в холодильнике целых 12 часов то есть готовим его вечером ночью он от отлеживается в холодильнике а утром собираем пропитываем и через пару часов после того как собрали уже сможем его подавать кроме ингредиентов для бисквита еще понадобятся такие гаджеты как разъемное кольцо мы можно разъемную форму глубокая форма это чтобы не вытекал бисквит и пергаментная бумага и фольга из которой я сейчас буду сооружать форму приступаем к приготовлению бисквита для этого нам просто нужно смешать все эти ингредиенты в одной чаше и для этого может быть даже и миксер не понадобится потому что тесто супер простое берем 2 яйца и сначала смешиваем с сахаром 130 грамм сахара 200 грамм сметаны 180 грамм сгущенного молока 100 грамм муки 3 или 4 столовые ложки какао 2 чайные ложечки соды нужно погасить лимонным соком все ингредиенты в чаше идем в миксер либо можно даже ручным венчиком это все смешать тесто отлично ему поддается пять минут и тесто на бисквит готова посмотрите какая у него консистенция тесто довольно жидкая не пугайтесь так и должно быть это будет очень нежный и очень пористый бисквит выливаем его в нашу форму самодельную обязательно на такую форму нужно подложить какое-то дно чтобы если вдруг что-то где-то потечет не вымазать духовку духовку кстати разогреваем до 170 градусов моя уже греется выливаем и сегодня я хочу вам сказать что недавно узнала когда готовим бисквит не нужно смазывать стенки формы никаким маслом потому что когда мы не смазали форму бисквит лучше цепляется и выше сможет подняться вырасти и дать нам классный результат в итоге отправляю бисквит в духовку на 45 минут пока выпекается бисквит начнем готовить ганаш и первым делом зальем 9 грамм желатина холодной водой отставляем пускай разбухает а я пока все остальные ингредиенты отправляю в сотейник 200 грамм шоколада и тут я хочу вам сказать пару важных слов о шоколаде не экономьте на нем и не берите никакие шоколадки в магазине возьмите профессиональный кондитерский шоколад и желательно хорошего качества это очень важно 50 грамм сливочного масла и 60 грамм шоколадной пасты теперь всю эту шоколадную красоту мы отправляем на плиту на очень медленный огонь растопить это можно также на водяной бане если вы не очень уверены в себе лучше подстрахуйтесь и сделайте водяную баню но я уже много раз топила шоколад и точно знаю как кого какой температуры должен быть огонь поэтому у меня все получится и без нее шоколад уже почти растаял когда вот эти вот комочки исчезнут будем добавлять желатин желатин если он у вас не листовой отделяйте с помощью сита от воды если листовой то просто руками хорошо отжимаем и отправляем сам желатин в шоколадную массу вся жидкость у меня уже ушла в раковину а это можно отправлять мешаем желатин до полного растворения все растворилось идеально отклад отставляем шоколад он должен немножко остыть а я тем временем взобью сливки взвешиваем 220 грамм такой момент очень важный сливки чтобы хорошо взбивались они должны быть холодными поставьте их заранее в холодильник можете даже охладить форму и даже венчик не помешает 220 грамм сливок сначала взбиваем на маленькой скорости потом добавляем сливки уже немного загустели а шоколад подстыл можно все объединять снова все взбиваем когда ганаш готов передо мной стоит задача его правильно заморозить я подобрала форму ну как сказать форму такое решето у меня есть примерно такого же размера здесь диаметр как в моей форме где сейчас печется бисквит и я с помощью пищевой пленки сейчас буду делать такую емкость для ганаша которую потом удобно достану когда он застынет выливаем эту сладкую смесь в импровизированную форму я только что попробовал это на вкус очень вкусно очень очень прям отправляем ганаш в холодильник минимум на три часа до полной стабилизации но я вам уже говорила что лучше этот торт делать на ночь чтобы все постояло ночью и как следует стабилизировалась наш бисквит тоже будет потом в холодильнике вот так выглядит уже застывший ганаш сейчас мы его достанем с пленкой все очень удобно изюминка нашего торта это смородиновый конфи сейчас я его быстро очень быстро приготовлю для этого нам нужно 200 грамм смородины можно замороженной сахар конечно же сахара у меня здесь 50 грамм буквально и пектин если вы еще не слышали про этот ингредиент рассказываю это то что сделать смородину такой стабильной густой и не позволит ей вытекать из нашего торта смешиваем смородину и сахар пектин берем с собой и идем на плиту включаем на средний огонь и доводим смородину сахаром до кипения смородина закипает и это время чтобы добавить наш секретный ингредиент 7 грамм пектина хорошо это размешаем и добавим буквально чайную ложку лимонного сока для красивого цвета смородину проварили буквально пару минут и сейчас все отправляем остывать в красивую тарелочку накрываем пищевой пленкой и когда остынет можно поставить в холодильник вместе с ганашом пускай там застывает тем временем у нас уже приготовился бисквит и готовность мы будем проверять с помощью палочки открываем духовку горячо и опускаем палочку прямо в сердце бисквита достали палочка абсолютно сухая ничего мокрого на ней не осталось иначе наш бисквит готов можно выключать духовку достали бисквит и обязательно ждем пока он остынет только холодным мы сможем его хорошо и правильно достать из формы и вот мы подошли к последнему этапу подготовки сейчас будем готовить творожно сливочный крем я кстати даже не мою форму из-под ганаша здесь только вкусняшки пускай она тоже пойдет в крем готовим ингредиенты сыр маскарпоне творожный сыр сливки и сахарная пудра которую я уже сделала в блендере все это сейчас взвесим и объединяем в одной чаше гальбани это кстати самый лучший маскарпоне самый вкусный из всех которые я когда-то пробовала так что если вы хотите сделать супер-супер клевый крем не жалейте и покупайте именно такой творожного сыра у меня 450 грамм сыра маскарпоне 200 грамм и сейчас добавим 110 грамм жирных сливок 100 грамм сахарной пудры кстати в моих рецептах можете не уменьшать количество сахара я всегда сама его уменьшаю и даю вам уже оптимальные пропорции торт не будет приторно сладким обещаю осталось просто смешать бисквит уже остыл самое время его достать для этого мне нужен нож по краям формы проходимся ножом убираем пергаментную бумагу все идеально отошло теперь этот бисквит нужно разрезать на три ровных коржа и каждый из коржиков упаковать в пищевую пленку отправить в холодильник на 12 часов можно меньше но лучше на ночь я это конечно же сделала заранее вот таким образом выглядят мои уже готовые отлежавшиеся коржики также я заранее приготовила ганаш он у меня уж тоже весь видите стабилизировался то же самое из конфи крем готов в общем будем собирать торт бисквит получился довольно влажным но все равно каждый из этих коржиков нужно еще пропитать в рецепте было указано что пропитывать нужно сливками сахарной вот уже и ну такими жирными и сладкими сливками но я сильно сладкие торты не люблю поэтому я просто пропитываю обычным молоком вот так вот тоненькой струйкой стараемся везде попасть все подходит к концу собираем торт берем ту же разъемную форму в которой пекли бисквит и сейчас в эту форму опускаем один из коржей опускаем вместе с пленкой так будет проще доставать ставим корж на весы и начинаем добавлять крем первым слоем добавляем 150 грамм крема следующим слоем идет шоколадный ганаш аккуратненько отправляем его на крем дальше идет слой конфи распределяем его по серединке на ганаше вот такой вот маленький кружок в середине дальше по бокам вокруг конфи 180 грамм крем чиза добавляем теперь второй корж аккуратно вставляем его в форму дальше то же самое посередине 80 грамм конфи вокруг крем и закрываем последним коржом все накрываем корж последним слоем крема и оставьте немножко крема для того чтобы потом когда он пропитается еще красиво смазать бока у моей мамы есть волшебный инструмент я вспомнила специальный шпатель с ним конечно все намного проще ровненько и красивенько получается ну все я оставила чуть-чуть крема на утро утром уже будем его доставать из формы смазывать бока и украшать под свой праздник у нас скоро новый год украшать буду в новогоднем стиле если вы готовите этот торт в другое время года украшайте на свой вкус у нас уже очень поздно я уже очень хочу спать этот торт мы снимали до 4 утра и как раз вот часиков до 8 он у меня в холодильнике хорошенько пропитается стабилизируется и утром мы его вместе с вами украсим а пока спокойной ночи у у нас уже утро торт постоял в холодильнике столько сколько нужно уже там полностью пропитался сейчас наша задача аккуратно его достать из этой формы смазать боковинки тем кремом который я оставила вчера и будем декорировать декор будет очень простой никаких канделябров никакой мастики ничего того что вы не смогли бы сделать у себя дома понадобится только розмарин сахар это смородина из которой мы делали конфи форму немножечко раздвигаем как вы помните я вчера оставила немного пищевой пленки она покрывает дно и с помощью с ее помощью я сейчас аккуратно достану торт из формы ответственный момент поднимаем кольцо красота все потому что пленочка нам не дала прилипнуть бортом торта к форме сейчас просто аккуратно ее отнимаем красиво опять же с помощью пленки я переношу торт на такую специальную штучку если у вас такой нет ничего страшного просто нужно будет обойти торт по кругу а вообще он настолько красивый и ровный по бокам что можно оставить и так но я возьму крем не зря же я его вчера оставляла и помажу борт сейчас я сделаю из розмарина такие снежные елочки ну как елочки насколько это возможно и похоже на елку посмотрите если перевернуть розмарин вниз головой веточкой вверх то получается такая довольно прикольная елка эту елку мы будем ставить на торт поставим несколько елочек чтобы сделать их снежными опускаем водичку в которой я уже растопила сахар она сладкая и липкая после чего мокрую сладкую веточку переносим в сахар и он к ней прилипает как снег ставим нашу главную елку в центр торта вот таким образом поправляем веточки елки нашу уже в лесу на снежном дереве теперь добавим немножко ягодок кстати это может быть не только смородина можно использовать клюкву будет еще ярче таких красных пятен добавить к елкам будет актуально но у меня сегодня только смородина и это тоже норм оставшийся розмарин можно выложить по кругу вот так вот и создать еще внизу эффект елки будет прикольно но вот и готов мой новогодний торт елочки конечно выглядят не очень реально но это же домашний торт и абсолютно не стесняюсь этой небрежности и вам не советую как видите никаких специальных кондитерских приспособлений у меня не было так что каждая из вас сможет приготовить этот торт дома обязательно после того как приготовите делайте фото присылайте их мне в инстаграм подписывайтесь кстати на мой инстаграм отмечайте там меня мне будет очень приятно посмотреть на ваши шедевры торт обязательно станет самым вкусным станет как это сказать изюминкой вашего стола ваши гости будут сражены на повал обязательно готовьте все понятно все не так сложно как могло показаться в начале жду ваших впечатлений пишите комментарии ставьте лайки мне за старание и увидимся в следующем видео